Моцарта на музыкальном невосклоне пришла пора музыке отходить от декоративности. Все виды искусства так или иначе начинались с декоративности. Живопись изначально была всегда частью интерьера, ауктура украшала интерьер и экстерьер. Архитектура почти всегда была декоративной, кроме церковной архитектуры. А поэзия изначально была эпическая, развлекательного толка. То есть изначально из всех жанров искусства только, пожалуй, драматургия и позже литература проявляли аспекты недекоративности. А музыка задержалась очень. В основном из-за барокко музыка была танцевальная, прессовая. И в салонах, во дворцах во времена барокко служила фоном к разговорам. Приятно ласкает слух. Декоративная музыка отличается от недекоративной тем, что слушать ее внимательно не обязательно, не нужно. Можно разговаривать, можно что-то есть в этот момент. Можно участвовать, если наличествует пение, можно подпевать. Также музыка подчеркивает торжественность обстановки. Церковная музыка, например, бах, служит вспомогательным элементом. Но вот появляется Моцарт, которому декоративность прийти. По разным причинам. Не все эти причины благовидные. Например, Моцарт не может и не любит писать музыку в таком количестве, с такой интенсивностью, как пишут его современники или как писали до него, чтобы просто зарабатывать этим деньги. Моцарт хочет написать какую-нибудь вещь, которую вы слушали большое количество раз и хотели бы послушать еще раз. Потому что у него дел много. Он любит ходить на вечеринки, он любит женщин, он любит вино, он любит играть в бильярд. Кстати, вы любите играть в бильярд? Здесь нужно поделиться секретом, не секретом оперной индустрии, а секретом симфонической музыки вообще, индустриальным. Сегодня принято Моцарта боготворить, говорить, что он величайший композитор всех времен и народов, поскольку все ключевые позиции в симфонической индустрии сегодня заняты профессиональными музыкантами, которые слушали или слушают музыку по 16 часов в день с атрофированным восприятием. И считается, что все, что написал Моцарт, это великое, гениальное, блистательное. И что исполнять надо все, все подряд. Моцарт начал писать музыку в 4-летнем возрасте, то есть до полового созревания. И написал ее очень-очень много. Несколько симфоний, много концертов и даже, по-моему, две, что ли, оперы. Правила из вундеркиндов гении не получаются. Моцарт единственное исключение. В 26 лет Моцарт выдал свой первый шедевр. Это был концерт для камерного ансамбля. И после этого он систематически продолжал выдавать шедевр за шедевром. И тем не менее у него была поденщина. Очень много он написал музыки, которая просто проходная, чтобы отписаться. И если исключить все вещи Моцарта, написанные до того, как ему исполнилось 26, и взять только период с 26 и до конца карьеры, а умер Моцарт очень молодым, в 35, то получится, что примерно 95% его музыки, опять же, декоративная музыка, никакая. И оставшиеся 5% делают его, Моцарта, великим композитором. И это не считая того, что, по выражению римского, по мнению римского Корсакова, который разбирался на таких вещах, Моцарт изменил звуковосприятие человечества своей музыкой. То есть все, что написано до Моцарта, мы воспринимаем сегодня не так, как воспринимали тогда. По-другому у нас ухо действует, по-другому наше. Римский Корсаков совершенно серьезно сказал, что люди, которые ходят на концерты до моцартовской музыки и говорят, что эта музыка им нравится, эти люди лгут и лгут. Если надо сказать несколько слов о новаторстве Моцарта, новатором, как таковым, от музыки Моцарт не был. А не потому, что не мог, ему было просто лень. Когда он что-то изобретал, это было по ходу дела очень. Ну так, чтобы самому ему было удобнее. Например, ему не нравилось фортепиано. Такой аспект ему не нравился, что отпускаешь клавишу, звук кончается. А иногда хочется звук продлить, играть другие уже ноты, а чтобы предыдущий звук торчал, продолжал играть. И Моцарт сделал набросок рисунок педали. Нажимаешь такую педаль ногой, звук продлевается. Позвал себе мастера, и мастер по его рисунку сделал сначала чертеж, а потом изобрел педаль эту, сконструировал. Этот аспект... Сегодня об этом вспоминают редко, что именно Моцарту мы обязаны педалью, хотя педаль на всех фортепиано нынче присутствует. У Моцарта были оркестровые инновации, безусловно, но симфонический оркестр придумал не он, а его почти современник, чуть старше его, звали его Гайден. И Моцарт очень успешно воспользовался изобретением Гайдена, симфоническим оркестром. Здесь сказывается эпоха просвещения, она тогда была в полном разгаре, появилось очень много хорошо обученных профессиональных музыкантов. Поэтому симфонические оркестры стали в принципе возможны. Симфонический оркестр состоит из четырех групп, как правило. Это струнная группа, в нее входят скрипки самые высокие, виолончели посередине, и контрабасы низкие. Затем идут деревянные духовые, это флейты, гобои, кларнеты и фаготы. Затем медные духовые инструменты, волторны, трубы, тромбоны и тубы. И ударная секция, это барабаны, челеста, треугольник и так далее. Также уже в XIX веке в симфоническом оркестре стали часто использовать арфу. Все это уже было в распоряжении у Моцарта. Он кое-что добавил от себя, использовал духовые или струнные тех местах, где их раньше не использовали, сочетал их по-разному, но все это в общем-то не новаторство. В некоторых своих произведениях Моцарт начал удлинять ноты, что в барокко не делали никогда. В барокко, отличительная черта барокко, это ноты короткие, и их очень много в одном такте, в каждом такте. И стал использовать диссонанс. Что такое диссонанс, мы сейчас покажем. Абсолютным благозвучием в музыке является октава. Октава это две ноты на расстоянии 12 полутонов, а или семи нот друг от друга. Октава звучит так. Видно, что эти ноты сочетаются друг с другом идеально, не раздражают слух. Также даже во времена Моцарта считалось, что первая и пятая ступень трезвучия не раздражает слух, является консонансом. Звучить так. Затем первая и третья ступень звучат так. А вот первая и вторая одновременно звучат уже хуже. Еще хуже звучат ноты, которые одна на полутон выше другой. И так далее. Про диссонансы говорили, что это дурной тон в то время. И продолжали говорить весь 19 век. Просто Моцарт некоторые интервалы, которые раньше считались диссонансными, использовал так часто, что в 19 веке уже забыли, что когда-то такие интервалы считались диссонансом. Моцарт написал несколько опер. Во времена Моцарта все еще барочная опера от симфонии ничем не отличалась. И называть то, что писал Моцарт сегодня операми вообще-то стыдно. Сейчас я продемонстрирую, насколько изменилось благодаря тому же Моцарту, именно Моцарту, наше музыкальное восприятие. В первом акте его оперы «Женитьба Фигара» есть ария самого Фигара, баритональная, которую все знают. Я сыграю очень медленно, чтобы было понятно. Два ее варианта. Первый вариант это то, что мы вообще-то слышим, а второй вариант это то, что есть там на самом деле. Значит, слышим мы так. А на самом деле нот там больше, потому что это все еще барокко. Ну и так далее. И в заключение Моцарте очевидно нужно сказать следующее, что Моцарт взял в такую рассыпь кучу ученических мелков, которые затрудняют рисование, которыми трудно что-нибудь нарисовать, и с их помощью нарисовал Жаконду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok